Наша рубрика «Ответы на вопросы» раз в месяц стараемся с нашим лектором, с церковным служителем и подьяконом Давидом Юрьевичем Бекназаряном проводить. Поэтому, я думаю, вам будет интересно поучаствовать. И каждый раз мы рады, что и новые люди приходят на эту рубрику. Кто-то попадает спонтанно, кто-то знает об этом. В этот раз мы объявление не успели сделать, чтобы будут ответы на новые вопросы. Но в любом случае, для вас будет интересно, потому что даже у нас, у людей читающих, всегда есть вопросы. Правильно, Давид Юрьевич? Конечно. У нас есть вопросы, и когда мы видим людей не то, что менее умных, а более опытных, более проводящих духовную жизнь, нам всегда интересно что-то задать. Потому что есть такие моменты в духовной, в церковной жизни, которые необходимо задавать, раскрывать для себя. Потому что бывает, что человек 20 лет верит в ненормальные вещи. Например, в прошлый раз для нас обнаружилось, что людям кажется, если они предсказали 12 пар, то значит 12 пар и более. Люди безобидно думали, мы не осуждаем ни в коем случае, это наши друзья, наши близкие. Но Давид Юрьевич сказал, что это гадание, в любом случае гадание, если даже угадывать вдруг что-то сколько раз будет. И не стоит ничего такого загадывать. Поэтому сегодня есть вопросы задать вам по поводу семейной жизни, церковной жизни, обрядов, я не знаю, каких-то помыслов, с которыми мучают, допустим, ну вот... Ну, обо всем. Обо всем. Что касается религиозной жизни, христианству, религии вообще. Еще подсказка, конечно, все будут сейчас смеяться. Задавать, если стесняетесь от себя лично вопрос, как от третьего лица, ну мы догадаемся. Это шутка. Нет, можно так задавать вопросы, нужно, когда человек, например, не хочет спросить именно от себя, и чтобы ответ на этот вопрос получить. Ну, все нормально. Вот, поэтому, какие у вас вопросы перед завершением 2020 года... 2019 года. 2019 года возникает, да, я всегда спешу. Вот, да. В 2019 году, вот год ушел, да, кто-то из вас стал ходить в церковь, кто-то уже регулярно приступает к чаше Христовой, к таинствам. Некоторые из вас стали крестными. Бывает и такое, что трудно там исполнять человеку какие-то вот обязанности, да. Кто-то женился или замуж вышел, или хочет выйти и в чем-то разочаровался. Эти вопросы все нужно для себя открывать, потому что, например, Давид Рючич как с профессорским умом, я как просто чтец, да, вот, который читает больше, он, например, все патрики иногда чисто научно под сомнение бывает ставят, ну, не все принимаете бы. Смотря какие, то, что я не принимаю, ну, дело не в потери веках. Есть просто описание там же те, которые, ну, наши церкви, во-первых, отношения имеют, это другие церкви, во-вторых, и в принципе, например, они тоже знают, что это, ну, поздние гнастические сочинения, которые были почему-то включены, наверное, для того, чтобы разукрасить. Вот, я это имею в виду. А так, ну, патрики наши как раз самые скромные. Армянские, армянско-апостольская церковь. Ну да, вот. Поэтому и, как бы, что касается нашим, я принимаю, у меня там вопросов не возникает особо. А вот есть, как бы, же те, которые, ну, действительно, там, ну, полувидумка, полуистина. И, в принципе, об этом знают все. Тогда у меня к вам первый вопрос. Да. Я читал «Пастырь Ермы». Да. «Пастырь Ермы», правильно? Да, да, да. Это настолько популярная вот книга, в частности, в Армении, что ее продают в магазинах, даже в книжных. «Кипронос», «Киприанос». Киприана, да. И «Пастырь Ермы» продают. «Пастырь Ермы» считается апокрифом, потому что споры идут в научной и православной среде, в католической среде. Я считал, что споры по поводу этого идут. Некоторые считают это произведение апокрифом. Но Ерма, как известно, был апостолом. Смотрите, в чем проблема. Книги есть, которые входят в канон, которые церковь разрешила. Есть книги, которые не входят в канон, но церковь не запрещает их читать. Может быть, даже где-то рекомендуют. «Пастырь Ермы» как раз из этих книг. Почему? Потому что то, что там написано, не противоречит учению церкви, учению Христа. «Апокрифом» это считают неизвестно. Ну, можно и считать и апокрифом, но это из тех книг, которые церковь не запрещает читать. То есть это не каноничная книга. Почему не каноничная? Потому что мы точно не знаем, кто автор. Церковь очень жестко относилась к вивору книг. То есть там, где есть сомнения, там, где были сомнения авторству книги, эту книгу не принимали. Но это не означало, что эту книгу вообще запрещено читать, потому что не входит в канон. Нет такого. Есть послание Варнавы. Тоже считается. То есть нет никаких доказаций, что автор Варнавы. Наоборот, есть доказательства, что автор не Варнавы. Но читают эту книгу, и церковь не говорит, вдруг не читайте. Понятно, да? Почему? Потому что там нет противоречия таких, то есть учению там церкови. То есть нет там не христианских вещей. А вот есть апокрифы, которые церковь не рекомендует читать, потому что там нет ничего христианского. Там уже гоностические вредни. А, например... Что? Что там интересно? Нет, ну там... Ну вот надо читать. Долго рассказывать. Это жизнеописание одного юноши, который видит разные там, я не знаю, мистические ситуации, видения. Например, видит, условно говоря, одну башню построенную, которая до сих пор строится. И рядом камни ровные. Допустим, я условно привожу. Есть неровные, есть круглые. И он спрашивает своего ангела и помощника, говорит, это кто? И видит какую-то женщину возле этой башни. Ему потом трактуют, что это церковь. Не ровные камни, это камни, которые, ну, как бы, как люди некоторые, находящиеся в покаянии, но которые пока не дошли. А ровные люди, которые богоугодны, так скажем, праведной жизни и составляют часть церкви. Входят в ее основание. Кто-то в нижние, кто-то в высшие. То есть символическим языком написано. Но очень интересно. Откровение Иоанна тоже символическим языком написано. И вокруг него тоже было очень много споров пока приняли. Восточная церковь вообще упорно отказалась принимать, потому что было очень много таких откровений. Лжи откровений. В Западе этого не было. Поэтому Запад раньше принимал, например, откровения от Иоанна, а Восток принимал позже. Позже всего Агнанская церковь принимала, например, откровения от Иоанна. Но, опять же, я говорю, все эти книги, конечно, всегда вызывали споры и по авторству, и по содержанию. Но вот есть книги, которые церковь разрешает, даже если в канун не включает, и церковь и не читает эти книги. А есть книги, которые церковь не рекомендует читать. Говорят, что эти книги опасны, потому что несет в себя всякие... То есть лжи истины, можно так сказать, искажения истины. Ну, это вот все эти гностические Евангелии. А можете рассказать о Варнаве, что там написано? Ну, там тоже есть такие интересные вещи. Как раз есть пророчества некоторые. Там впечатлилось одно пророчество, что говорит, что с дерева будет капать кровь. То есть он говорит о том, что... Ну, это он ссылается на Ветхий Завет. Ну, то есть Крест Христовый. Распятие. Вот, ну, одним словом, эти книги в канун не вошли, но эти книги церковь также и не запрещала читать. То есть ты дома у себя можешь читать. Вот. Просто канун не входит, потому что мы не знаем, кто автор. В канун входят только те книги, авторство которых все-таки доказано было. Авторство которых не было доказано, эти книги не вошли. Вот есть Эфиопская церковь, вот Эфиопская, она как экзотическая церковь, она включила еще несколько книг. Их канун, например, Нового Завета, не 27, а там 30 чем-то книг. Ну, это их дело. Ну, опять же, долго спорили, спорили, но все-таки в итоге решили, что автор апостол Павел. Просто повод для споров что дало? Что не начинать традиционно. Ведь если читали послание апостола Павла, везде же Павел говорит, я апостол Павел, да, вот, и заканчивается тоже, то есть характерным образом. А тут совсем по-другому начинается. Бог всякими там, начинается слово Бог, вот, и никакого авторства не упоминается. А в защиту Павла говорили, что поскольку послание было направлено к евреям, было написано для евреев, а тогда всех собраниях иудейских, то есть четко дали указание, что если вдруг Павел отправит вам письмо, даже не открывать, не читать. Поэтому, чтобы делать сюрприз, он специально не подчеркивает, что это его письмо, что люди взяли и читали. Вот, начали читать, и, оп, начали уверовать. И уже поздно, уже Павел или не Павел, понятно, да? Поэтому и Павел не подчеркивал свое авторство, а написал вот так, как бы с третьего лица, вот, чтобы иудеев хотя бы привлечь. Он же сам говорит, с иудеями был, как иудеи, и язычниками был, как язычник, говорит, чтобы всех привести к Христу, для их же блага, не для своего блага, а для их же блага, вот. Поэтому вот были такие мнения. Даже если будем один момент считать, что написал не Павел, то фактически все письмо в духе Павла. То есть, если даже написал кто-то из учеников Павла, то есть там, он может быть, написал со слов Павла, потому что, если сравниваем послание к евреям другими посланиями, видим, что все идет синхронно, все соответствует, то есть, взглядом Павла, да? Но, скорее всего, может быть, Павел действительно скрыл, то есть, свое авторство сознательно, чтобы иудеи читали. Иначе, как они видели, что Павел читал, Павел написал сразу, то есть, отказывались познакомиться читать. Поэтому, чтобы не было, все равно церковь это приняла и не принимаем. Если церковь и откровение Иоанна приняла, то куда уж там послание апостола Павла. У меня вопрос такой. Недавно общался с человеком, в соцсетях переписывался, он в другой религии, и задал вопрос. Он говорит, если ты считаешь христианство единственной верой, то почему в Ветхом Завете где-то написано 4 тысячи, где-то написано, к примеру, 3 500, и очень много нисхождений. Я ему напрямую ответил, что, к сожалению, не смогу тебя ответить, но задам этот вопрос человеку, который сможет на него ответить. Как на этот вопрос... То есть, он хотел сказать, что почему есть противоречия или что-то? Да, 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 где-то в количестве, где-то в цветарном примере, ну, образа, в Ветхом Завете. Потому что, и не только Ветхий Завет, вся Библия написана людьми, написана людьми своей свободной волей. И поэтому, если где-то и какие-то ошибки были в цифрах, это никак не действует на бога вдохновенность. Потому что эти люди писали по своей свободной воле, своими мозгами, по Божьему вдохновению, но не в состоянии зомбировки. Почему эти вопросы возникают? Эти вопросы возникают, прежде всего, со стороны людей Ветхого Завета. То есть, ветхозаветных религий. Ну, как иудаизм и ислам, например. Вот они говорят, вот у нас все, типа, совпадает. Но мы знаем, каким образом совпадает, конечно. У них тоже ничего не совпадает. У них тоже есть очень много противоречий. Они искусственным образом просто создали, искусственным образом дали такой вид, старались дать, что вот у них все четко совпадает. Но мы знаем, что невозможно такого, чтобы человек что-то написал в течение тысячелетий, при том много-много людей, и все так совпало. Вот если все совпадает, значит, действительно что-то не то. Значит, где-то есть подвох, и где-то есть фальсификация, если действительно все совпадает. Я неоднократно говорил, если я вам сейчас дам написать какой-нибудь, я сейчас продиктую вам какой-то текст, да, нет, расскажу какой-то текст и скажу, что вы все это написали, то есть сочинение, ну, написали вот то, что я вам сказал. Если у вас у всех совпадет буквально, значит, кто-то от кого-то переписывал. То есть от кого-то все переписали. Вот. Я уже пойму, что тут что-то не то. Есть человек, который нечестно себе вел. Но если у вас будут какие-то разницы, но общий смысл будет одинаков, я пойму, что вы действительно своими силами, своими мозгами действительно что-то написали. Вот то же самое относится к текстам Священного Писания. Мы считаем, что Бог действительно вдохновил, то есть Бог дал определенную информацию. Но Бог не взял за руку человека и буквально не диктовал. Если это сделать, значит, это не Бог. Потому что Бог никогда не подавляет свободу мысли или свободу свободной воли человека. Никогда. Если это сделать, значит, что-то не то. Остерегайтесь. Если кто-то приходит и говорит, вот мое Писание буквально, то есть Бог диктовал, значит, что-то не то. Значит, это не Бог, это кто-то другой. Ну, ангел какой-то, как апостол Павел говорит, если кто-то не так будет учить, говорит, как не мы, пусть будет проклят. Если даже какой-нибудь ангел придет и будет говорить не так, как мы говорим, да будет проклят. То есть он 600 лет назад, например, да, предсказал происхождение ислама, да, в принципе. Потому что, да, ангел взял там, душил-душил, заставил что-то писать кому-то, да, то есть насильно. Вот. А ангел может душить? Ну, а почему не может? Злые духи, почему? Душит постоянно. Приходит душа. Ну, под шиангел какая разница. Ну, под шиангел. Вот. Поэтому мы не исключаем, что могут быть несоответствия. Но главная, главная истина в Библии, да, она четко сохранена. В Библии для чего написано? В чем? Чтобы людям дать информацию о Спасителе Мира, о Иисусе Христе. Все остальное уже вторично. То есть нигде не написано в Евангелиях, что Христос не умер и не воскрес. Нигде не написано, что Христа не распяли. Нигде не написано, что, например, Иуда предал Христа, а написано что-то другое, да? Вот основная информация, основные истины везде одинаковы. И весь Ветхий Завет как раз предсказывает, как раз пророчествует о приходе Спасителя Мира. А там в одной племени 3000 человек было, или 3500, понимаете, на основании этого говорит, что это Писание не истина, это уже говорит, что у человека предвзятое отношение. Вот. То есть ищет грязи там, где не должен был искать. Да? Вот. Соответственно, это же исторические книги. В исторических книгах могут быть всякие ошибки. Но основная истина остается основной истиной. Вот. То есть если... А если копаться, даже в Писаниях, например, тоже самых, ну если взять иудеев или мусульман, у них столько ошибок. Они все редактировали и редактировали, но от ошибок избавиться не могли. То есть мусульмане что сделали? Взяли, сожгли все экземпляры, которые есть, и оставили только одну версию Корана. А версий-то было много. Они взяли, они взяли, сожгли все остальное и сознательно оставили одну, чтобы невозможно было. Потому что вот их тоже могут сказать. То есть у вас есть разночтение, противоречие. Хотя до сих пор находят то есть версии Корана, которые не соответствуют современному классическому Корану. Ну хотя бы вот Еминский Коран, пожалуйста. Он отличается. В хадисах вообще каша. Что касается иудеев, то же самое, в принципе, один из как раз преданий иудейских говорит, что в храме, в руинах храма нашли две свитки Торы. И никак не могли понять, то есть какой из этих свиток, то есть истинный. Ну мало ли. И взяли, один сожгли. Ну случайно просто. И одну оставили. Понятно, да? Но даже этот свиток Торы, вот этот экземпляр, который попался в руки раввинов после разрушения храма, они более чем 600 лет редактировали. Если это истинный свиток, то есть истинная информация. Зачем его редактировать? Ставительный. Ну истина и истина. Зачем поменять? А вот христиане как раз поступали совсем наоборот. Они ничего не уничтожали. Ничего не уничтожали? Почему ничего не уничтожали? Потому что были уверены истинности своей религии. Поэтому даже вот все эти враждебные, все эти нехристианские, все гностические тексты до нас дошли как раз благодаря христианским монахам, которые это все переписывали и сохранили. Могли же сжечь. Вообще сейчас ничего не было. Никаких этих не было. Но они же не сожгли. Они же наоборот сохранили. Когда ты уничтожаешь книги, значит ты от чего-то боишься. Ты от кого-то боишься. Значит ты не уверен истинности. И ты уничтожаешь своего оппонента. А если ты уверен в своей истинности, зачем тебе что-нибудь уничтожать? Да? Есть еще вопросы? Да. У меня вопрос, может быть, не совсем к вам относится. Католика, мы очень знаем. Это давно интересует, в каком году католики решили отказаться от жениться священников, чтобы священники могли жениться. Почему они это сделали? И из-за этого все сейчас происходит? Это еще до раскола. Если не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, с 8-9 века уже эта тенденция у них сохранилась. Могу ошибаться, но это еще до раскола 1054 года. Это больше всего Папа Григорий, конечно, на это подействовал. Почему они так сделали? Они хотели священство отделить от народа. Максимально. То есть священство было как отдельная каста. Вот. И поэтому, вопреки апостолским установлениям, что, например, апостол Павел, они взяли всех священников, объявили этим целибатом. Целибатом. То есть сказали, что все священники должны быть неженатыми. Что, конечно, я считаю большой ошибкой. Вот. Потому что священник должен быть в народе. Священник должен понимать вот все эти семейные проблемы и все, и как разрешить. Потому что он на себе должен это чувствовать. Вот. А взять всех, сделать монахами, это, конечно, чересчур они, конечно, палку перегнули. Вот. А от этого и очень много ошибок, и которые сейчас вот как раз с этими сталкивается католическая церковь. Вот. Ну, у них как? Они сначала делают ошибку, потом делают виводы. У апостола Павла где-то есть запрещающих вступать в брак, как он как раз знает. Ну, он говорит, да, были секты. Скорее всего, это относится не к католикам. Это те секты, которые вообще просто запрещали вступить в брак. Все. Это так называемые, например, эти бомонтанисты. Вот. Били, например, вот такие группы христианские, которые решили, что вообще любые половые отношения это грех большой. И жили строгой аскетической жизнью в горах. Это еще в 2-м, 3-м веке. Вот даже Тертулян увлекся и пошел к ним. Да, то есть даже христианские некоторые апологеты увлеклись этой ересью. Они сказали, что все это, короче, все это очень большой грех и полностью отдались от женской жизни. Ну, понятно, что у них долгой жизни не могло быть, ну, потому что если люди не размножаются, да, вот, то как они будут вообще продолжать существование своей организации. Вот. Но такой до сих пор существует. Есть секты в России, есть секты, которые считают, что, да, половые отношения это большой грех и так и живут, в принципе, собираются. Есть организации асексуалов, например, это уже в Европе. Они считают любое проявление сексуальности большим грехом. Но это, кстати, языческий подход. Почему? Потому что некоторые языческие как бы уместители считали, что тело это, то есть, тело это тюрьма для души, да, и надо от этой тюрьмы скорее освободиться. И надо полностью подавить тело, полностью уничтожать все желания тела. И многие ошибочно думают, что христианство тоже так учит. Но христианство никогда этого не учило. Люди так думают. Это христианство учит, что христианство, если Бог нам дал, значит, для чего-то дал. Если Бог ничего плохого не создал. Даже после грехопадения, даже после грехопадения все равно, то есть, то, что Бог нам дал, это не означает, что все скверно, то, что все телесное. Христианство учит управлять этим, а не отказаться, а не убегать от этого. То есть, ты должен господствовать над своим телом, а не твое тело должно господствовать над тобою. Понятно, да? А не убежать или не уничтожать. Вот там на Востоке восточные культы они, да, оставили, убегали вообще полностью, убивали свое тело, вот там, были там такие системы йоги, которые, да, умерщвяли свое тело, вот, были секты и на Западе тоже. Били оттенки этого, этих, есеев, так называемых терапевтов египетских, которые отвергали там полностью это. Кстати, они имели воздействие на вот этих отшельников египетских, потому что у них было все-таки сообщение. Эти есеи убежали из Палестиньев Египет, вот, когда были гонения в Египте, там жили как терапевты, не путаться с участковыми терапевтами современными, понятно, да, почему терапевт терапия означает лечение, они так хотели лечить свое тело с помощью, то есть жесткого аскетизма, да, вот, но я говорю, христианство никогда этого не учило, никогда, и люди многие думают, что вот христианство считает, что все телесно это грешно и все такое, апостол Павел сам говорит, что желудок для, то есть для пищи и пища для желудка создана, да, вот, и тело для нас, и чтобы дано нам, чтобы это тело облегли, чтобы тело держались здоровыми, потому что тело это что, это храм для Святого Духа, вот, а если ты свой храм не будешь беречь, да, тогда там Святой Дух точно не будет жить, там может быть другие Духи захотят жить, вот, поэтому эти йогины, которые там сидят, которые весят там 30 чем-то килограммов, да, и ничего не кушают, нет, и хотят с этим, с помощью этого достичь совершенства, в принципе, от этого они святыми не становятся, вот, потому что их идеология нехристианская. Есть такой проповедник Саду Сундарсикх, индусский, который стал христианином, вот он, как будущий индусом, хотя он не совсем индусом был, был этим, сикхом, но все равно он был хорошо знаком, вот он говорит, он рассказывает о своей встрече с индусскими йогами и говорит, в чем, например, изъяны, то есть учение, например, вот этой йоги. Но это уже другой разговор. А вот эти католики, они же попыкаялись к тому, что была инквизиция, правильно? Ну, они... Попыкаились только публично, да? Ну, могут так все вот с этим решить? Ну, кто его знает, может быть и... Ну, дай Бог, что могут. В принципе, они уже начали пересматривать, они уже поняли, что, действительно, вот этот цилибат, всеобщий цилибат священства, это было ошибкой. Они в себе это уже поняли. Каяться, не каяться, понимаешь, дело не в том, они там не какое-то преступление совершили, они просто ошиблись в духовной жизни, да, или построении духовной жизни священства. Там каяться или не каяться. По поводу инквизиции тоже, не знаю. Да и не так легко сразу взять во всей огромной христианской динаминации и вдруг отменить, потому что там тоже сформировались свои традиционалисты, там есть либеральное крыло, это миллиард с лишним верующих, из них только 150 миллионов, даже новое течение, Давид Юрьевич об этом тоже прекрасно знает, харизматов, которые, будучи католиками, исповедуют харизматив. Там много толков, есть традиционалисты, есть либерали, разные, разные толки, да, и просто так вот, если это все отменить, опять католическая церковь пойдет дробиться, что сама, в принципе, как любая поместная церковь, она воспринимает это очень болезненно, а в частности, ремокатолическая церковь, поскольку она всю жизнь себя считала главенствующей церковью, даже у них есть такое, вот просто скажу, например, они же, как и мы, разными чинами присоединяют к себе христиан, например, там, Магометан, да, вот, и прочих исповеданий присоединяют третьим чином, точнее, первым, крещением, вторым чином разные протестантские деноминации, смотря, как крещальная формула проходит, и вот третьим чином присоединяют, допустим, представители армянской, апостольской, русской, православной церкви, и они говорят, люди, рожденные в католичестве, но отколовшиеся от него, у них это есть, даже на сайте у них это есть, что мы как бы хотим мы того или не хотим, мы относимся к риммо-католической церкви, но по каким-либо причинам со всем целым церковным собранием от него отпали, они к этому господству стремятся, поэтому, если сейчас они от своих принципов всех вдруг и сразу откажутся, не получив одобрение обществу, у них могут быть серьезные эти расколы начаться внутри церкви. Ну, Тертулиан говорил, что все, души всех людей христианки, католическая церковь, конечно, души всех людей католики, что разница в этом. Есть еще вопросы? У меня вопросы у них изначально целибатка? Нет, я же говорю, вот это, скорее, по-моему, с 8-9, в конце первого тысячелетия уже начал утверждаться, начал утверждаться и вот до сих пор существует. Но у них есть католики, чем отличаются? Они такие большие реформаторы, то есть они больше всего рисковали, рисковали, больше всего нововведения от них. Ну, поэтому и протестантизм от них, в принципе, началось, да, потому что они породили протестантизм. Вот, ну, понимаете, сейчас уже с высоты веков мы можем уже смотреть и сказать, что мы имеем то, что имеем, да, может, где-то были свои плюсы, где-то были свои минусы. сейчас вот мы в такой ситуации находимся. Дальше не знаю. Есть еще вопросы? Насколько важно регулярное посещение церкви? Просто многие люди не в осуждении, а в осуждении, да, многие говорят, что, ну, я хожу вот на Пасху, и это круто, это хорошо. Ну, как говорит апостол Павел, любой спортсмен, который занимается спортом, для того, чтобы достичь каких-то результатов, должен заниматься регулярно. Да и вообще в любое занятие, если нету регулярности, да, у тебя никаких приобретений не будет. То есть, если ты пошел в спортзал или там фитнес, там, ну, качался там час-полтора, потом через месяц пошел, потом через два месяца пошел, потом через 10 дней пошел, потом через это пошел, да, во-первых, у тебя ничего не получится. Это раз. Это чисто практический момент, говорю. В духовное, зачем мне церковь идем? Все-таки это я так говорил с механической стороны вопроса, да. Мы церковь ходим, потому что любим Христа и хотим быть вместе с Ним, потому что только в церкви, не только духовно, но и телесно мы соединяемся во время причастия с Христом. Вот. Понимаете, когда некоторые говорят, вот почему, а зачем ходить, я могу и дома молиться и так далее, и так далее, это то же самое. Ну, вода есть везде, и в воздухе, и это, но когда ты хочешь пить воду, ты идешь к крану, открываешь, наливаешь себе воду. То же самое и церковь, да. Поэтому вот эти оправдания, они как бы не проходят, они остаются отмазками. То есть, если ты любишь, у тебя есть любимый человек, и ты спешишь встретиться с ним, да, тебе уже не интересует ни регулярность, ни какая-нибудь схема, да. Если там молодые люди друг друга любят, они не сидят и не составляют режим или распорядок, то есть, в течение месяца, когда они должны встречаться, когда они должны целоваться, когда должны там куда-то ходить, да. Они хотят быть вместе, и чем чаще, тем лучше, вот. Нам дается это сделать, ну, как минимум неделю один раз, да, а бывает, что и больше, вот. И, соответственно, если ты действительно стремишься к Богу, ты будешь ходить, вот. А не считать, вот один раз ходил, в другой раз не захожу, этот раз ходил, две недели можно отдыхать, ну, значит, ты, у тебя любовь по расчету получается, да, вот. А любовь по расчету, это, ну, не совсем любовь, это вообще не любовь, да. Ну, то же самое. Да, мне кажется, это показывает отношения, если ты считаешь это тяжелой обязанностью, то ты стараешься поменьше, а если тебе это нравится, то ты стараешься чаще. Да, значит, они относятся, это как будто обязанность, да, вообще есть три типа отношений в духовной жизни. Это отношения слуги и хозяина, это отношения деловых партнеров, это отношения любящих людей, например, отца и сына, например, да, вот. Если ты в состоянии, то есть, хозяина и раба, или слуги хозяина, ты это сделаешь, как какую-то тяжелую обязанность, ну, потому что боишься, что хозяин тебе накажет, да. Если у вас деловые отношения, ты это делаешь для того, для чего? Вот Бог не это сделает, а я для него это сделаю. Он делает, я поделаю. Он не сделает, я не буду сделать. Вот. Я буду делать, чтобы какую-то пользу от Бога получить, да. Это деловые отношения, торговые отношения, вот. А когда отношения, вот отношения любви, тогда тебе не интересует ни страх, ни Бог тебе что-то даст, не даст, там, накажет, или вознаградит. Тебе это уже не интересует. Ты идешь к Богу, потому что ты любишь. Все. Потому что любящий человек не думает ни о чем. Как говорит апостол Иоанн, говорит, в настоящей любви, полноценной любви нету страха. Вот. И поэтому, говорит, мы имеем уверенность в втором пришествии Христа, потому что мы любим Христа. Нас не интересует, Христос нас накажет или не накажет. Мы любим Его. Поэтому не прямо там страхом ждем. Вот настоящая жизнь, полноценная жизнь во Христе именно такая, вот такая должна быть. Начинается действительно со страха, когда человек воцерковляется, а заканчивается любовью. Потому что там, где любовь, там уже и страх, и деловые отношения уже уходят на второй план. Есть еще вопросы? Давай я скажу вопрос, который стесняется многие спросить. Мы часто задаем, контрацепция христианства братьев возможна ли? Ну. Какая? Вот как обед пришел, сразу вопрос о контрацепции. Ну, не знаю, и он пришел, каждый раз на тебя попадает. Ну, невозможно, чтобы ты пришел и там какой-нибудь это, да. Экстравагатный вопрос не был. Короче, что сказать? Можно, но осторожно. Какие-то понятия? Вот смотрите, что сейчас творится на западном мире. Этот вопрос, конечно, большой, можно отдельно поговорить об этом. Я просто так скажу, более, чтобы было доступно и понятно для вас. Смотря для чего люди предохраняются. Вот если люди предохраняются, потому что не хотят иметь детей, не хотят иметь детей, они хотят жизнь для себя, дети для них обузы, дети мешают им делать карьеру, получить удовольствие от жизни, то есть, да, ходить там по ресторанам, по разным мирам, по разным странам, путешествиям и так далее. Представляете, да? Дети родились, все, ты не будешь уже там плачущим этим комком мяса, бегать там туда-сюда, танцевать дискотеки, все уже. Твоя жизнь закончилась, беззаботная. А многие это знают и поэтому не хотят и предохраняются. Вот тогда, тогда, конечно, это предохранение, когда люди не хотят вообще детей иметь, это, конечно, очень плохо, я вот так скажу. Но когда есть в виске там действительно причины, всякие заболевания могут быть. Или людей уже, трое-четверо детей, люди уже все, умирает. не могут уже справиться, да? Это другое дело. То есть, есть крайности разные, есть разные крайности. Поэтому человек должен, конечно, свою жизнь регулировать. Но, человек должен понять, что если он женился или вышел замуж и живет семейной жизнью, да, то заповедь Господа Бога, плодитесь и размножайтесь, это имеет прямое отношение к нему. То есть, рождаются для вас дети, вы уже не для себя живете, вы живете для детей. Это своеобразный подвиг, и человек должен это осознать, что вот та жизнь, которая была до рождения первого ребенка, эта жизнь уже заканчивается. Любой человек, у которого есть дети, это поймет. Ты берешь огромный кусок от своей личной жизни, отрываешь и даешь своему ребенку. А если еще один, еще один, поэтому это могут понять только родители, и это очень большой подвиг, очень большой подвиг, поэтому христианская церковь, как раз, я думаю, не случайно вот эта история передает, что когда эти Святой Антони и Макари думали, что они вот достигли высокой духовной жизни, ну что вот монашеские, то есть жизнь вот такой, такой Бог их послал семейным людям, простым людям, которые занимались храм ислами, простым там женщинам, у которых было многодетное семьи, да, и Бог сказал, что эти люди ну все-таки стоят выше, и они поняли, они увидев их жизнь, они поняли, что нет, у этих людей и больше подвига, и больше смирения, чем у нас. Вот. Поэтому, то есть каждый образ жизни имеет свои, имеет свои плюсы и минусы. Вот. Мы не говорим, эта жизнь лучше, или эта жизнь лучше. Но семейная жизнь, если ты живешь для своих детей, если ты живешь в христианской жизни, это очень большой подвиг. Потому что, я говорю, ты живешь не для себя. Почему очень много конфликтов, и очень много проблем в современных семьях? Потому что люди рожают детей, и эти дети для них становятся обузой, и не дают той любви, того внимания, которые должны вредать своим детям. При любой возможности надо было от детей избавиться. В детский сад, потом туда, потом сюда. Чем меньше дети бывают в семье, тем лучше для них, потому что это мешает их карьере, их работе, им развлечениям, их по-прежнему комфорту. А ребенок очень чувствительный к этому. Ребенок сразу чувствует, что его не любят в семье, что он обуза, что хотят от него избавиться. Да, может, там и кормят, и одежду дают, и образование, это, но вот того внимания и любви, которое ребенок ожидает инстинктивно с самых уже первых лет, вот этого нет. И мы имеем вот очень большие проблемы в современных семьях, потому что не поняли люди, что с рождением детей их личная жизнь прежняя заканчивается. И это часть как раз того христианского подвига. Ведь Бог не сказал тупо размножайтесь. Даже животные тупо не размножаются, между прочим. Есть, конечно, люди, которые тупо размножаются. Есть, да. А вот как раз мы те люди, которые, мы понимаем, на что идем, да, и понимаем, что, как сделать. Вот. Вот в чем дело. Поэтому в контрацепте всегда надо думать. Вообще, перед тем, как жениться, идти замуж, надо сидеть и крепко думать. Микета, мы готовы или нет. Потому что, когда мы женимся и выходим замуж, это подразумевает, что у нас будут дети. А рождаются дети, все заканчивается. Я на себе это почувствовал. В принципе, многие тоже это почувствовали и почувствуют, можно, хоть сказать, дай Бог, не знаю. поэтому, дорогие мои, это вот такой вопрос. А уже в деталях, ну сейчас не буду, можем о деталях тоже говорить, но пока вот, пока столько. Пока столько. А вот можно еще так задать мне? Вот такой случай был, одна девочка писала, что говорит, я хочу быть одна, не хочу замуж выходить вообще. Хочу, вот как, у меня нет желания такого. Вот она мне спрашивает, это грех или нет? Если не хочет真的, если не хочет выйти замуж, не хочет семью, сына зная, не хочет семье сзать. Не хочет, ну как говорит, апостол Павел, не хочет создать семью и идти в монастырь? И не может жить, хочет просто жить. Хочет для себя жить, понимаете, что говорит тот же самый Павел, говорит, живем ли, живем для Христа, умираем ли, умираем для Христа. Не для себя, не для себя живем. Что? Павел другое говорит Тогда же монастыря не было Тогда монастыря не было, но Павел говорит о девстве То есть пусть останется Это не означает, что без там Девственникам феминисткой Или детственницей феминисткой Понимаете? Павел не об этом говорил Павел говорит, что ты целиком свою жизнь Посвящаешь Христу и сохраняешь Свою девственность Такая возможность есть, да? Такая возможность есть, но человек хочет Например, посвятить себе Богом Ну и, например, хочет без как бы монахини в миру Ну, не знаю Насколько этот человек готов Ну, в современном мире, конечно, лучше Чтобы девушки все-таки Вышли замуж А парни поженились Ну, если человек так хочет, пожалуйста Если хочет прямо Просто надо понять, почему она не хочет В чем причина Может, она разочаровалась Может, она действительно Чувствует, что семейная жизнь Не ее Да, она вот хочет полностью Посвятить свою жизнь Богу Может, она чувствовала Ну, есть люди, которые действительно Почувствовали, что они не для семейной жизни, например Вот Они не для семейной жизни Ну, кто его знает Я не знаю Может, они хотели вот так увлеклись Например, духовной жизнью Да, что семейная жизнь Как бы была для них Как бы преградой Вот И они пошли так Ну, я не знаю Но если человек просто хочет жить для себя Чисто просто жить для себя И поэтому не хочет Да, это скрытый эгоизм просто Я говорю, а зачем? А многие так и живут, в принципе Многие живут вот такой жизнью сейчас Особенно на Западе Да Многие живут чисто для себя Поэтому не хотят Потому что это же ответственность Даже без рождения детей Жить с одной женщиной Или с одним мужчиной Это ответственность И перед ним То есть люди просто не хотят ответственности, да? Конечно Они хотят легких отношений А вот вы же сказали, да? Что человек должен как бы сесть потом Если он сел потом, что не надо жениться Не могу я такую большую ответственность нести в себе Ну, я и говорю Поэтому уж сначала женится, если не думает Потом разводится Вот Поэтому надо думать Это серьезный вопрос Рубен хотел вопрос задать Знаете, вопрос касаемо сегодняшнего чтения Флоталанта То есть кто-то воспринимает это как Только духовный дарование Кто-то это переносит Только на материальную жизнь Например Какие-то свои способности Организации Эксперии И так далее Вот А как мы можем Причу принимать И в своей жизни Эту причу надо принимать Разносторонно Потому что это относится И материальной жизни И духовной жизни Но, конечно Прежде всего Приоритет в сторону Духовной жизни То есть Бог нам дает Именно То есть Бог нам дает Как раз Возможности Развивать нашу духовную жизнь Дает духовные дары То есть в виде талантов Да Если это не развиваешь То, конечно Будешь страдать То есть прежде всего Конечно духовное Прежде всего духовное Но также и материальное тоже У тебя Бог дал Такую возможность Помочь людям Например Или развивать Какую-нибудь способность Которая у тебя есть А ты это не сделал Это тоже есть Но прежде всего Конечно духовное Давайте этим закончим Спасибо Я это скину В соцсети И скину в YouTube Так что Посмотрите в YouTube Сейчас прошу всех Не уходить Спускай